Наш обзор предназначен для тех, кто собирается побывать в городе Пальма де Майорка, имеет желание, но не имеет достаточно времени для ознакомления с городом и его достопримечательностями. Идеальный способ в такой ситуации воспользоваться двухэтажным туристическим автобусом и менее чем за два часа вы совершите увлекательное путешествие. Начальная остановка находится в шаговой доступности от знаменитого Пальмского кафедрального собора, резиденции королевской семьи и сада Трамес на улице Антони Маура. Осмотреть их можно будет до или после основной поездки. Маршрут представляет собой вытянутую восьмерку вдоль береговой линии и состоит из 18 остановок. Первая часть кольцевого маршрута состоит всего из шести остановок. Внутри и непосредственной близости находятся около 40 различных объектов, которые могут вас заинтересовать. Пока мы будем продвигаться по этому маршруту, расскажу о некоторых из них. В районе первой остановки находится одна из красивейших достопримечательностей города – Пальмский кафедральный собор. Рядом с ним расположился епископский дворец. В самой старой части дворца находится музей Диоцеза. Неподалеку от него дворец графов Аймансов. Здание было построено в 16 веке путем объединения нескольких старых построек. Трехэтажное – главный портал в форме круглой арки, балконы в стиле барокко и мансарда с готическими окнами. В его центральном дворе были найдены останки первого мусульманского дома на острове. В самом дворце расположился музей Майорки. В экспозиции представлены картины XII века вплоть до Гражданской войны. Вход в воскресенье бесплатный. Рядом с дворцом Аль-Мудена в мавританском стиле расположились королевские сады с фонтанами в арабском стиле, известные как парк Хорт-дель-Рей, в тени которых приятно отдохнуть. Епископский дворец за свою историю видоизменялся и не представляет собой стилистического единства, хотя в основном отвечает готическому стилю. Внутреннее пространство выполнено из больших готических арок. Проект витража принадлежит великому мастеру Антонио Гауди и посвященный епископу Пере Хуану Кампенсу. Старый город – это исторический центр и сердце Пальмы. Его границы очерчены шестью широкими улицами, на месте которых когда-то находились мощные оборонительные городские стены. В этом районе самая высокая концентрация исторических и культурных достопримечательностей. Только в старом городе сохранились древние арабские бани. Здесь много красивейших зданий, построенных знатными горожанами в разные эпохи и в разных стилях. Самая знаменитая из них – дом Маркиза Девевод. Есть красивейшие по своей архитектуре дома в стиле модерн. Вторая остановка называется Рыночная площадь. В центре площади – скульптура, установленная в честь Антонио Маура Монтанер, президента испанского правительства. Рядом церковь Святого Николая, первым зданием которой была Приходская церковь 1302 года. Третья остановка – улица Ла Рамбла, 4-я площадь Испании. 5-я Александра Расселла. И последняя в этой части старого города находится рядом с юго-восточным угловым бастионом бывшего замка, построенного в 1606 году. Из-за своей важной оборонительной роли он несколько раз перестраивался в течение 80 последующих лет. Сейчас в бывшем бастионе располагается музей современного искусства Эсфолуарт. Продвигаемся по морскому бульвару Пассио-Маритима далее в другую часть города. С бульвара открываются прекрасные виды на старый город Пальмы и бывшие оборонительные стены. Вдоль бульвара раскинулся самый большой из городских Приморский парк. Он был возведен в 70-х годах прошлого века на пустующем участке после строительства Приморского бульвара и набережной. От старого города парк отделен искусственным озером с морской водой, фонтанами, скульптурами и отреставрированной старой городской стеной, по которой можно прогуляться. Со стороны парка – самая лучшая панорама знаменитого Пальмского кафедрального собора Санта-Мария. Собор в готическом стиле был построен на месте арабской мечети. Начало строительства – в 1230 году и был завершен в 1630 году. За время строительства над собором трудились разные архитекторы, в том числе и Антонио Гауди, который приспособил внутреннее пространство собора к новым литургическим и пастырским требованиям. Центральный неф собора имеет высоту примерно 44 метра, что делает его одним из самых высоких соборов в Европе. С правой стороны проезжаем здание Ла Лонха, украшенное башнями с зубцами, небольшими скульптурами и арочными окнами. Ла Лонха – это один из шедевров готической архитектуры на Майорке. Строительство было завершено в 1448 году под руководством архитектора и скульптора Гильермо Сагрера как штаб-квартира торговой коллегии. Сразу за ним – старые портовые ворота, которые изначально были одними из ворот городских стен Пальмы. На сегодняшний день от ворот сохранилась только входная арка. Следующим рядом зданием является консульство моря, выполненное в стиле маньеризма, построено в 1669 году. С 1983 года является резиденцией правительства Балиарских островов. Уникальная в своем роде архитектура здания. Это трехъярусный фасад и башни с часами с восточной стороны строения. В консульстве находится произведение искусства. Есть офисы и рабочее помещение. Иногда во время проведения общественных мероприятий есть свободный вход для широкой публики. Мы рекомендуем поставить видео на паузу, отсканировать QR-код и воспользоваться электронной картой маршрута туристического автобуса. По этой карте вы можете в реальном времени отслеживать местоположение всех автобусов, находящихся на маршруте, а также время их прибытия по всем интересующим вас остановкам. Это позволит более точно спланировать время пребывания на заранее выбранных локациях. Если вам нравится наша работа, то поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Это будет не только высокая оценка, но и даст нам еще больше мотивации для создания новых видео. Мы позиционируем наш канал как тревел-обзоры и советы по конкретным локациям. Они смогут дать вам однозначный ответ о целесообразности посещения этих мест при планировании вашего отпуска. Ваша подписка действительно очень сильно мотивирует нас для наших новых обзоров. Автобусный туристический маршрут переходит ко второй кольцевой части, как мы раньше отмечали, он напоминает восьмерку. Наш совет по первой части обзора заключается в том, что после завершения поездки уделите по возможности хотя бы еще несколько часов на осмотр достопримечательностей в старом городе. Обратите внимание на то, что административное деление города в своем современном виде появилось недавно, в начале двадцать первого века. Поэтому горожане и гиды очень часто используют старые названия городских кварталов и районов, а также по названиям достопримечательностей, расположенных в них. Это приводит иногда к путанице. Возможно, вас заинтересуют эти районы или улицы. Например, район Ла Лонха или, как его еще называют, Ла Лонжа географически относится к старому городу, но по атмосфере он совсем другой. Это очень заметно вечером, жизнь здесь просто закипает. Есть большая вероятность, зайдя в паб или бар, то попадете на исполнение настоящего живого джаза, рока, фламенко или кубинской музыки. Улица Пассиаде Борн – самый элегантный проспект в Пальме, центр коммерческой и светской жизни столицы острова. Более ста лет на ней проходят главные праздничные шествия и народные гуляния. Здесь расположилось множество шикарных бутиков. Благодаря этому улица получила свое второе название – Золотая миля. Район Санта-Каталина назван в честь святой покровительницы купцов и моряков. Поначалу здесь была рыбацкая деревушка, а позже работали судостроительные верфи. Сегодня это один из самых гламурных районов Пальмы, застроен красивыми зданиями в стиле модерн и традиционными старыми домами с ярко окрашенными фасадами, деревянными ставнями и небольшими балкончиками. Центр притяжения района – это, конечно, Меркат де Санта-Каталина, самый старый продовольственный рынок города, он никого не оставляет равнодушным. Возвращаемся к нашему маршруту, впереди нас ждут еще много красивых мест. Следующая остановка, на которой стоит сойти и прогуляться, называется Пуэбло Эспаньол. Это музей под открытым небом, с копиями Альгамбры и других известных построек из разных регионов Испании. Общая площадь составляет 24 тысячи квадратных метров. Тут представлены копии различных зданий, мест, улиц и архитектурных жемчужин, каждая из которых представляет собой разные испанские города и часть художественного и культурного наследия Испании. Работа музея была начата в 1965 году и продолжалась два года. В создании участвовало более двух тысяч человек. Экспозиция представляет разные периоды испанской истории, в том числе арабское влияние, готику, барокко, ренессанс. Представлены 72 примера испанской архитектуры, в том числе 18 зданий и 15 улиц, все построено из материалов соответствующих регионов Испании. Можно смело сказать, что вы совершите пешее путешествие по всей Испании всего за несколько часов. По нашему мнению, во второй части маршрута есть только две локации, которые могут заинтересовать вас, чтоб сделать остановку для осмотра достопримечательности. Одну мы только что проехали, а вторая находится на холме в западной части города. Это средневековый замок Бильвер оригинальной круглой формы, о нем мы расскажем позже. А пока мы будем продвигаться в его направлении, я расскажу немного общей информации. Пальма де Майорка является столицей Балиарских островов и одним из древнейших городов Европы. Это подтверждают археологические раскопки, они показали следы обитания здесь древних людей около 7 тысяч лет назад из эпохи неолита, многочисленные каменные сооружения из бронзового века. Сегодня Пальма де Майорка занимает восьмое место в Испании по количеству населения, тут постоянно проживает чуть менее 500 тысяч человек из 25 стран. Самые большие этнические группы это испанцы и каталонцы, немцы, болгары, англичане, марокканцы, китайцы, аргентинцы. Мы подъезжаем к еще одному шедевру готического искусства, средневековому замку Костель де Бельвер, он является единственным в Испании сооружением в готическом стиле и необычной круглой формы. История замка начинается в 14 веке. Арагонский король Хайме II решил построить на Майорке свое родовое гнездо. В 18 веке замок начали использовать в качестве тюрьмы, среди его узников был известный испанский писатель Гаспар Мельчор де Хавильянос, испанский писатель, юрист, экономист и общественный деятель эпохи Просвещения. В архитектурном плане замок расположен по четырем сторонам света, главная башня строго на север. Три большие подковообразные башни ориентированы по трем другим сторонам света, четыре малые башенки на северо-запад, северо-восток, юго-запад и юго-восток. Главная башня четырехэтажная, высотой 25 метров и диаметром 12 метров. Арочный мост длиной 7 метров соединяет ее с крышей цитадели. Крыша замка плоская. По ее периметру раньше шли зубцы, их убрали при реконструкции. Цитадель замка имеет диаметр около 50 метров. По периметру проходит двухъярусная галерея. Круглые арки первого этажа поддерживает 21 колонна. Второй этаж – 42 восьмиугольные колонны. Главный вход в цитадель замка находится рядом с северо-западной башенкой. К нему ведет Г-образный мост. Это задумано для того, чтобы каждый входящий в замок шел спиной главной башни. Продолжим наш маршрут и наше знакомство с историей Пальмы. Активная колонизация майорки финикийцами началась в восьмом веке до нашей эры. Вся ее территория несколько столетий контролировалась Карфагеном, а после его падения во время Второй Пунической войны здесь обосновались пираты. В 123 году до нашей эры власть над островом захватили римляне, изгнав пиратов. Желая укрепить свое могущество в этой части Средиземного моря и для дальнейшего процветания торговли с Африкой и провинциями Испании возвели город-порт и дали название Пальма. В 427 году до нашей эры, когда Римская империя распалась, майорку захватили вандалы под предводительством Гундериха. Они использовали остров как свою базу, возвращаясь сюда после погромов и грабежей. Но этот период истории города закончился в 534 году с приходом в Пальму византийцев. Во время их правления на острове распространилось христианство, строились храмы и начала развиваться инфраструктура. В 1903 году арабы завоевали Балиарские острова, в том числе и Майорку. Местные жители были обращены в мусульманскую веру, Пальму переименовали в Медина-Майорку. Город перестроился, разросся и превратился в один из самых крупных портов в Кордовском халифате. Начало развиваться мануфактурное производство, сельское хозяйство, активно шла торговля. Балиарские острова стали самостоятельной территорией только в XI веке после распада халифата, превратившись в мусульманское государство Тайфа-Диния. Это довольно мрачный период в истории города. Почти на сто лет он превратился в пиратский порт, из которого совершались атаки на корабли и прибрежные поселения христианских государств. В начале восьмого столетия войско под предводительством короля Хайми I Арагонского отвоевало у пиратов Балиарские острова и они вошли в его королевство. Пальма получила статус столицы королевства Майорка. После изгнания арабов город заселили каталонцы. Начался бурный расцвет кораблестроения и торговли. Но в середине XIV века открылась еще одна черная страница истории города, на остров пришла эпидемия чумы, забравшая значительную часть его населения. Через сто лет Майорка вошла в состав католической Испании. Позже, когда в результате гражданской войны XVI века победу одержал король Филипп V, был подписан декрет, определяющий эту территорию как автономное сообщество Балиарских островов. Начиная с 1810 года, на Майорку стали перебираться испанцы, убегающие от оккупации основной территории государства войсками Наполеона. Именно в этот период столица острова и получила свое современное название Пальма. К середине XIX века город превратился в популярное место отдыха европейской богемы. Существует легенда, что первооткрывателями Пальмы как курорта стали Фредерик Шопен и его возлюбленная баронесса Аврора Дюпен. Вторая мировая война остановила развитие курортного потенциала города. По ее окончанию Пальма получила второе дыхание. В 60-х годах прошлого столетия был построен новый аэропорт, продолжилось развитие туристической инфраструктуры. Пальма за короткое время превратилась в очень популярный курорт. Сегодня в современный порт могут заходить самые большие в мире туристические лайнеры. В 2007 году открылась линия метро, располагающая на сегодняшний день 16 станциями. Туристическая инфраструктура не перестает развиваться и совершенствоваться. Количество гостей столицы острова в год исчисляется десятками миллионов. Город по-прежнему любим аристократами и творческой элитой. И как говорят местные жители, прогуливаясь по его улицам, вы можете с одинаковой вероятностью встретить и королеву Испании, и Майкла Дугласа. Возможно, это очередная легенда, а возможно и нет. Закончилась наша поездка на туристическом автобусе. Надеемся, мы смогли показать вам все ее плюсы, а для кого-то, возможно, и минусы. Наш совет – обязательно совершите ее и не забудьте прогуляться по старому городу. Если вам понравилась наша работа и вы еще не оценили ее лайком и подпиской на наш канал, то самое время это сделать сейчас. Это будет лучшей наградой для нас и даст нам еще больше мотивации. Субтитры создавал DimaTorzok